Добрый день дорогие друзья, рад видеть вас на канале Гороскоп. Прогноз на 13 августа 23 года и мы как всегда начинаем начинать. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А также подписывайтесь на мой канал в телеграм, ссылки в описании и закрепленном комментарии. А я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Волшебный воздух свободы манит и пьянит в этот день Овна. Этот день прекрасно подходит для того, чтобы разорвать сдерживающие вас рамки или избавиться от тяготящих обязательств, самое время закрыть ипотеку, уволиться с нелюбимой работы, ну или хотя бы купить джинсы на размер побольше. Все ваши желания в этот день это не пустые капризы, а не вполне осознанные потребности, так что прислушайтесь к внутреннему голосу, он дело говорит. Гороскоп склоняет Овна к переменам, которые обещают сделать его жизнь комфортней и приятней. Любовный гороскоп для Овна. Любовный гороскоп Овна утверждает, проявив в этот день интеллектуальной способности он добьется всего чего угодно, расположение человека, который ему нравится, или же заставит гордиться собой свою вторую половинку, если успел ею обзавестись. В этот день Овну под силу мощный мозговой штурм, а способности к самореализации позволят ему блестяще использовать интеллект в своих соблазнениях. Логика может быть такой сексуальной. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. В этот день для Овна подходящее время для обдумывания возможностей карьерного роста. Даже если занимаемое место на данный момент полностью соответствует всем желаниям и ожиданиям Овна, это не повод остановиться. Смотрите в будущее. В этот день звезды расположились удачно. Можно обратить на себя внимание начальства и предпринять уверенные шаги вперед и вверх. Разумные предложения по оптимизации и улучшению рабочего процесса будут восприняты позитивно, что для Овна может стать отличным поводом намекнуть на прибавочку к зарплате или даже на назначение на новую, более высокую должность. Телец. Есть риск, что Тельца попытаются прижать к стенке. Вот только взять живьем его в этот день точно не получится. Вполне вероятно, что Тельцу придется одновременно решать бытовые проблемы и глобальные задачи, если не человечество, то, например, отдела или своей семьи. Трудно быть Бэтменом с утюгом и шваброй наперевес. Однако Телец в этот день необычайно энергичен и сумеет разобраться со всеми делами, в том числе нападающими из-под тяжка. Главный совет гороскопа для Тельца. В любой непонятной ситуации в этот день ориентируйтесь на интуицию, она уж точно не подведет. Любовный гороскоп для Тельца. Любовный гороскоп Тельца объявляет этот день совершенно непригодным для разговоров о любви и чувствах с противоположным полом. Даже с любимым человеком вы будете говорить на разных языках. Подключение переводчиков в виде третьих лиц, друзей, подруг и родственников, вмешивающихся в ваши отношения в этот день, лишь увеличит пропасть понимания. Для Тельца есть смысл отложить разбор полетов, да и вообще в этот день в общении со второй половинкой стоит избегать любых диалогов длиннее трех предложений. А лучше, если честно, немножечко помолчать. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. Да, отличить важное от второстепенного будет главной задачей Тельца на этот день, а сделать это будет ой как непросто. Внимание Тельца привлекает то, что первым бросается ему в глаза, увлекшись выполнением того, что можно было перенести на следующий день. Он может забыть о своих делах, не терпящих отлагательства. Гороскоп предупреждает, склонность к неорганизованности в этот день может навредить Тельцу, если у него есть срочные задания. Но если оставить список дел и контролировать себя, то вполне получится провести этот денечек продуктивно. Близнецы. Близнецы в этот день человек экспромт. Они могут оказаться неожиданными даже для себя. Гороскоп успокаивает спонтанность близнецов и иллюзия. Они действуют по интуиции, которая в этот день становится точнейшим навигационным прибором. И пусть со стороны они могут напоминать в этот день слегка о помешанных, поскольку их решения будут казаться нелогичными, в ближайшее время станет ясно, что близнецы проявили необычайную прозорливость. Вот и все. Любовный гороскоп для близнецов. В этот день близнецам неплохо было бы заняться любовной бухгалтерией. Вполне возможно, в последнее время у них появилось ощущение, что дебет и кредит в отношениях с любимым человеком не сходятся. Удовольствие и счастье явно не докладывают. Что ж, иногда требуется провести анализ, чтобы понять, что мешает полной гармонии. Свободным близнецам гороскоп советует заняться в этот день примерно тем же самым. Оценить собственные усилия по поиску второй половинки. Может быть, тельцам пора реальнее взглянуть на ситуацию. Избавиться от пары-тройки иллюзий и завышенных ожиданий. А потом еще раз пересмотреть отвергнутые ранее варианты. Как и вам такое? Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день звезды советуют близнецам, не идите вы на поводу у коллег. Доверьте собственной интуиции и опыту, выбирайте свой путь. День склоняет близнецов к самостоятельным решениям и привнесению своего видения в решение рабочих ситуаций. Это не означает, что надо идти на конфронтации с коллегами. Просто быть как все. Не лучший способ построить карьеру, вы же это понимаете. Поиск новых решений и путей в этот день может провести близнецов к продвижению по службе. Однако без поддержки коллег справиться трудновато. Так что ищите компромиссы и союзников. Рак. Если в этот день вы ощутите острое желание изменить свою жизнь, не удивляйтесь. Так на рака действуют звезды. Гороскоп предлагает не тушить в этот день свой порыв и действительно заняться очисткой авгиевых конюшен. Если вы понимаете, что вашу жизнь пора вызывать ассенизаторскую машину, не затягивайте. А в этот день прекрасное время для избавления от ненужного, прогнившего, надоевшего. Причем как в буквальном смысле занимайтесь генеральной уборкой, так и в плане отношений с людьми. Любовный гороскоп для рака. В этот день любовный гороскоп говорит об эмоциональной нестабильности рака. Его будет бросать из стороны в сторону, как кораблик в бурю. Остается надеяться только на то, что в этот день раку не предстоит делать решительный выбор. Не то он способен сбежать от алтаря или проглотить в панике вместе с шампанским кольцо для помолвки. И в бытовых ситуациях накал страсти обещает быть не меньше. Впрочем, в некоторых случаях это может оказаться даже очень не кстати. Подбросив дров в костер страсти рака и его любимого человека. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Этот рабочий денечек рак проведет как трудолюбивая пчелка, выполняя свои обязанности с прилежностью и тщательностью. За что и будет отмечен начальством, если не премией, то хотя бы похвалой, поголовки погладит. Все верно. А вот конкурентам лучше в этот день даже не становиться на пути у рака. Так как у пчелки, помимо трудолюбия, есть еще и жалко, которое в попке. Любые происки на работе могут обернуться против самих недоброжелателей. Ведь защищая свое мнение и плоды своих трудов, рак способен стать совершенно беспощадным. Лев. Для льва в этот день нет преград. Он мчит сквозь неурядицы и проблемы, как лось сквозь лесную чащу. И хотя есть некоторые риски, что с разгона он вскочит на оживленное шоссе и застынет на месте в ярком свете, фар гороскоп все же склоняет к тому, что ноги вынесут льва туда, куда надо. Впрочем, привнести в этот день немного осознанности не помешает. Прежде чем рвануть с места в карьере, рассчитайте траекторию полета. В этот день лев способен горы свернуть. Надо только с утра хорошенечко раскачаться. Любовный гороскоп для льва. Лев в этот день может ощутить усталость от обыденности в отношениях. Решения напрашиваются сами собой. Предложите любимому человеку что-нибудь этакое новенькое. Это не обязательно должно быть свежая страница из Камасутры. Подойдет и посещение нового кафе, и необычное совместное занятие, и прогулка в новом для вас парке. Ну, а льву-одиночке гороскоп советует в этот день закинуть удочку в совершенно новом месте. Там, где ему раньше даже в голову и не приходило порыбачить. Привыкли знакомиться в клубах? Значит, библиотека ваш лучший вариант на этот день. Так что смотрите сами. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день льву стоит постеречься принимать поспешные и рискованные решения. Звезда предупреждает, что такой вариант развития событий далеко не самый лучший. День склоняет к поспешности. Однако льву следует взять в себя в руки и не паниковать. Эти ошибки в бизнесе, между прочим, могут обойтись ему очень дорого. И лучше вообще бездействовать, чем принять неправильное решение. Скорость не для этого дня. Если у льва не получается все тщательно проверить, перепроверить, то разумнее будет отложить какие-то действия на попозже. Дева. Немного самодисциплины, и в этот день у девы все получится. Этот день благоприятен для решения деловых и бытовых вопросов. Он предназначен для действия. Гороскоп предлагает отказаться от праздности, перебороть лень даже ту, которая маскируется под усталость, и приняться за дело. Вы удивитесь, как много можно сделать всего лишь, всего лишь за 24 часа. Дева в этот день успеет больше, если не будет стесняться просить о помощи и совете окружающих ее людей. Любовный гороскоп для девы. Утратили чувство новизны в отношениях? Любовный гороскоп девы советует ей в этот день перестать смотреть налево в поисках новизны. И используйте внутренние ресурсы своего постоянного союза. Звучит научно? На самом деле все просто. Представьте, что только пытаетесь завоевать сердце любимого человека. Приоденьтесь. Заигрывайте с ним. Флиртуйте и соблазняйте. Даже если вы живете вместе уже 10-20 лет. В этот день деве представится шанс разжечь затухающий костер страсти. Так что стоит воспользоваться потенциалом этого дня. Не упустите возможность. Гороскоп карьеры и финансов для девы. В работе у девы наметился новый этап развития. Звезды обещают появление заманчивых перспектив и возможностей. Надо только внимательно следить за обстоятельствами. А в этот день они складываются вполне себе удачно для девы, если отбросить все волнения и тревоги, неизбежно сопровождающие переходный период. Взяв только факты, можно ясно увидеть, что все складывается самым лучшим образом из всех возможных. Успокоившись, в этот день дева сможет извлечь максимум пользы для себя из любой, даже самой сложной ситуации на работе. Весы. В этот день мозг весов будет работать в турборежиме. Это идеальный момент для мозгового штурма давно назревшей проблемы. И хотя, согласно гороскопу, сложные схемы в этот день весам не слишком удаются, в ведомые ситуации они легко находят наиболее перспективное решение задачи. А зачем усложнять, если можно сделать просто, как вы считаете? Прибавьте к этой удачливости только самоуверенности и сможете добиться, казалось бы, недостижимого. Любовный гороскоп для весов. Любовный гороскоп советует весам превратиться в этот день в мечтателя. Прихватив с собой любимого человека, отправляйтесь в путешествие в мир грез и фантазий. Зачем все это надо? Спросите вы. Конечно же. Сравнивая свои ожидания с чаяниями второй половинки, весы в этот день сумеют выстроить идеальный курс отношений. Возможно, неожиданно для вас обоих вы обнаружите, что вовсе не стремитесь к карьере и шестикомнатной квартире в центре, а предпочли бы загородный домик и ферму. Ну, а одинокие весы, ясно представляя себе в этот день того, кого ищут, приблизят свою реальную встречу с ним на... МНОГО. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день звезды советуют весам открыться для новой идеи, которая придет извне. Это может быть чужое предложение, которое наведет весы на свою, очень подходящую в их обстоятельствах мысль. Кроме того, полезным может стать проект, который весы начали давным-давно, но так и не довели до ума. Внезапно ему может найтись применение. Главное в этот день быстро реагировать на обстоятельства и не стесняться предлагать свои услуги, а дальше все пойдет как по маслу. СКОРПИОН. Самое сложное для Скорпиона в этот день сдвинуться с мертвой точки. Ну а если уж вы сумеете заставить себя сняться с насиженного места, то уже к вечеру сможете попасть туда, где много вкусного. Причем речь не обязательно идет о физическом перемещении. Двинуться в нужном направлении можно, например, с помощью переговоров. Гороскоп обещает в этот день Скорпиону поддержку во всех начинаниях и активностях. Не проспите удачу. ПОДЁМ. ЛЮБОВНЫЙ ГОРОСКОП ДЛЯ СКОРПИОНА В этот день для Скорпиона и его второй половинке как никогда актуальна старая песенка. Помните такую, там где музыка нас связала? Гороскоп предлагает Скорпиону объединить ритм сердца с темпом музыки. Ешьте, занимайтесь любовью, живите в этот день под музыку. Хотите выразить свои чувства? Закажите любимому песню на радио. Скорпиону в поиске стоит в этот день отправиться туда, где звучит его любимая музыка. В оперу или на дискотеку, например. Хотя и с тем, и с тем сейчас, конечно, тяжеловато. Но попробовать стоит. Именно там у него появляется возможность встретиться с человеком, своей мечты. И уж в чём-в чём, но в музыкальных предпочтениях вы с ним точно сойдётесь. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. В этот день Скорпион настолько убедителен в работе, что даже его воздушные замки будут отличаться фундаментальностью и основательностью. Никто не сможет так умно и хитро соединить фантазию и суровую реальность в исправно работающий проект, как Скорпион. В этот день звёзды советуют ему не сдерживать свою фантазию, ведь креатив в бизнесе очень полезен. И даже если большинство идей всё-таки отсеются, оставшаяся часть обязательно даст свои плоды. Стрелец. Энергии в Стрельце в этот день более чем достаточно. Вот только сворачивать горы гороскоп не рекомендует, действуйте более деликатно. При огромном потенциале Стрельцу в этот день может не хватать компетентности. Он может походить на слона в посудной лавке, прилагать слишком много усилий там, где надо действовать аккуратно и сдержанно. Что ж, немного самоконтроля, побольше внимания с советом знающих людей. И в этот день Стрелец умеет достичь любой поставленной цели и исполнить любую поставленную задачу. Любовный гороскоп для Стрельца. Это именно тот день, когда Стрелец сможет нарисовать перед любимым человеком картины совместного счастливого будущего. Причём это будут не воздушные замки, а вполне реальные планы и перспективы. Гороскоп утверждает, в этот день Стрельце соединяется способность аналитики с горячностью романтика. И он готов посвятить все свои силы выстраиванию отношений и поиску решений острых вопросов. Подобно отважным мореплавателям прошлого, Стрелец способен отправиться на поиски Теры Инкогнито. Островка счастья, на котором будет уютно ему и его второй половинке. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Для Стрельца это прекрасный денёк, чтобы не только задуматься о планах на будущее, но и разработать стратегический план действий. Выстроить хорошо работающую бизнес-схему получится легко и непринужденно, так как день располагает Стрельца к глобальному мышлению, чёткому анализу ситуации и выстраиванию правильных логических цепочек. Не стоит использовать такой продуктивный день для решения рутинных вопросов, тем более что идеи могут принести Стрельцу хорошую прибыль и новый виток в карьере. Козерог. В этот день Козерог обладает достаточной силой, чтобы довести до конца любое начатое дело. Если вы давненько откладывали какое-то сложное задание или разговор, в этот день вы можете больше не искать оправдания проволочкам, приступайте к задуманному. В этот день Козерог может выступить как лидер, он способен убеждать и вести за собой единственное. Слабое место Козерога – чрезмерная самоуверенность. Гороскоп советует не пренебрегать мнением экспертов. Вот так вот. Любовный гороскоп для Козерога. Лучшим совместным досугом в этот день для Козерога и его второй половинки гороскоп уверенно называет шопинг. Да-да, в этот день именно совместное приобретение приятных мелочей может доставить максимум романтических чувств. В этот день замечательные моменты для крупных покупок, которые давно уже планировались. Козерог и его любимый человек смогут прийти к компромиссу даже при сложном выборе, а практичность, свойственная Козерогу в этот день, поможет не просчитаться и выбрать лучшее предложение из всех имеющихся. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Козерога, имеющего отношение к бизнесу, в этот день ждет замечательное время, он не намерен упускать выгоду. Если есть возможность получить прибыль, даже если никто, кроме Козерога, не видит этих возможностей, он все равно попытается их реализовать и у него обязательно все получится. Щедрые подарки вселенной не упадут сами в руки, а станут наградой за труд и веру в себя. Гороскоп обещает, даже если Козерожек перестал надеяться на результат, в этот день звезды расположились так, что все может выстрелить. Главное взяться за дело с достаточным ревением. Водолей. Эмоциональность в этот день вовсе не мешает Водолею. Напротив, соединяя эмоции с Логосом, вы можете достичь любых целей, как на работе, так и в личной жизни. Гороскоп в этот день предлагает Водолею в принятии решений ориентироваться на собственные инстинкты. Слушайте, что вам подсказывает не только сердце, но и другие органы. Например, если ноги несут вас подальше от какого-то места, идите и не оглядывайтесь. А еще звезды уверяют, что в этот день Водолей будут доступны инсайты, а его сны могут оказаться вещами. Любовный гороскоп для Водолея. И одиноким, и парным Водолеям гороскоп советует в этот день не запирать себя в четырех стенах. Отправляйтесь на культурно-массовые мероприятия. Причем Водолею в отношениях в компании любимого человека стоит отправиться именно в сторону культурного, а Водолею-одиночке именно массового мероприятия. Но вы же знаете, используйте средства защиты. Я про маски. Первый сможет в этот день ощутить близость со второй половинкой благодаря сопереживанию, совместному получению эстетического удовольствия. А второй получает отличный шанс на многообещающее знакомство. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день у Водолея будет боевой настрой. Работа обещает кипеть, идеи бить ключом, а фронт работ только ширится. Конечно, увеличение количества задач, требующих непосредственного участия и внимания Водолея, будет заставлять его переключаться с одного дела на другое, что может привести к некоторым ошибкам. Из-за этого бурная на первый взгляд деятельность может не дать желаемых результатов. Гороскоп советует в этот день сосредоточиться на самом важном, а дела, не требующие пристального контроля, Водолей вполне может перепоручить подчиненным или коллегам. Рыбы. Рыбам в этот день не стоит полагаться исключительно на себя. Вполне вероятно, что в этот день вы переоцениваете собственные силы, умения или знания. Гороскоп не советует отказываться от помощи и совета, однако они должны исходить от людей, которым вы доверяете. Рыбам стоит делиться в этот день ответственностью. Есть большая опасность, что вы взвалите на себя непосильную ношу из-за желания показать собственную значимость или независимость. Оставьте свой костюм супергероя дома. Любовный гороскоп для рыб. Вполне вероятно, что в этот день рыб так или иначе втянут в разговор о любви. Даже если эта тема им не слишком интересна, отвертеться вряд ли получится. Впрочем, немного посопротивлявшись, рыбы и сами с воодушевлением придадутся романтическим воспоминаниям и любовным мечтаниям. Гороскоп обещает, откровения с любимым человеком помогут в этот день рыбам освежить чувства, ну а разговоры на тему отношений с друзьями могут стать чем-то вроде сеанса психотерапии. Выслушать мнение со стороны иногда бывает очень полезно, поверьте. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. В этот день на работе рыбам стоит быть очень осторожными, вероятны накладки и нестыковки в делах, особенно при переговорах и заключении сделок. Гороскоп предупреждает рыб, их могут попытаться втянуть в разбирательство по какому-то вопросу, который не затрагивает их самих. Вмешательство в процесс выяснения чужих отношений в этот день может поставить рыб в крайне неудобное положение. В такой ситуации лучше сразу решительно отказаться от роли советителя или третейского судьи, чтобы потом не стать крайним. Вот и весь прогноз, мои хорошие. Я хочу поблагодарить вас за ваши комментарии, лайки, в принципе поддержку за ваше внимание. Ну и конечно же пожелать вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех, во всех ваших начинаниях. Ну и конечно же скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok